Всем привет, ребята! Сегодня я хотела записать видео, которого у меня, по-моему, еще никогда не было на канале, я еще не делала никогда такой формат. Если вам понравится, обязательно пишите в комментариях. Сегодня мы с вами поговорим про интересные, оригинальные мастхевы для осени. Это будут не базовые вещи, то есть не супер-такие базовые, это будут вещи, которые способны внести что-то интересное в ваш образ, какую-то изюминку. И я их выделила действительно как мастхевы, если вы хотите сделать ваши образы более яркими, более интересными, менее скучными, возможно, менее базовыми. И я не просто сделаю вам перечисление вещей, мы с вами посмотрим это на примере. Я вам сделала подборку с сайта Asos. Почему именно с Asos? Потому что на Asos легче всего заказывать вообще в любую точку мира, там есть все абсолютно. И когда меня спрашивают, откуда взять ту или иную вещь, я чаще всего называю Asos, потому что, ну, это действительно самый лучший сайт. Потому что там, в отличие, например, от LaModa или еще от каких-то других сайтов, огромное количество трендовых, именно интересных позиций, которые мы сегодня с вами обсудим. В общем, да, ссылки на вещи, которые мы с вами сегодня будем обсуждать, я вам тоже оставлю внизу. Я действительно сидела, отсматривала сайт несколько часов, поэтому надеюсь, что это видео вам понравится. В общем, да, давайте начнем. Если говорить про яркие, интересные мастхевы, интересные трендовые вещи, которые могут быть в вашем гардеробе и которые будут носибельными, самое важное, носибельными, потому что большое количество трендов просто не носибельны. Мы с вами говорили, здесь будем только про носибельные. Первый мастхев для осени, я считаю, это яркий жакет, либо жакет в клетку. Причем, жакет в клетку тоже может быть ярким. Если говорить про какие-то конкретные позиции, которые я могу вам показать, то на Asos я нашла, например, вот такие варианты. Причем там огромное количество, каждый сможет выбрать на свой вкус. Здесь достаточное количество позиций. Если говорить про яркие жакеты, то можно, например, присмотреться вот к подобным вариантам. Это розовый, такой, возможно, пудровый оттенок. То есть, вы понимаете, это не фуксия какая-то яркая, но это розовый оттенок. И осенью, в принципе, такие жакеты уместны, потому что осенью все серое, мы начинаем носить черное, а яркие краски добавлять легче всего именно с помощью второго какого-то слоя, с помощью верхней одежды. И здесь вот посмотрите, какие есть прекрасные варианты. Такой вот бирюзовый, зеленый жакет, просто отличный по фасону, по силуэту. Также можно присмотреться к небесно-голубым вариантам, таким, например, как здесь. И небесно-голубые жакеты, в принципе, как и небесно-голубое пальто и вообще другие любые вещи, сейчас в тренде, потому что небесно-голубой это один из самых трендовых оттенков. Также можно присмотреться вот к подобным вариантам, но это уже, знаете, более такой вариант на выход, нежели повседневный. И еще есть варианты в клетку. Здесь я тоже подобрала разные. Это вот супер повседневный, но клетка здесь, как видите, более яркая. Это даже не клетка, это такая гусиная лапка. Еще у нас есть вот такой вот зеленый вариант в клетку, даже не зеленый, такой зеленый-желтый, а, возможно, салатовый тоже очень классный. И, конечно же, ну, самые такие простые, типичные варианты в клетку. Кстати, для пластай здесь тоже огромное количество вариантов. Я, как видите, даже несколько нашла. Еще можно присмотреться вот к таким прям интересным. Супер-супер ярким. Видите, здесь сочетание цветов нетипичное. То есть нетипичный, там, например, бежевый, коричневый, там, оранжевый. Здесь синий, салатовый, такой слегка неоновый жакет получается. Но это очень, это очень классный вариант. И вот такие вот еще есть зеленые. Тоже для тех, кто любит цвет, для тех, кто хочет добавить чего-то интересного в свой образ. Я вам подобрала здесь именно самые трендовые модели жакетов, актуальные по фасону и силуэту, и которые сейчас, конкретно в 2020 году, можно и нужно, я бы сказала, носить. Поэтому, если у вас уже есть все базовое, если вы уже полностью базовый гардероб составили, почему бы не присмотреться к чему-то вот такому более интересному, чтобы разнообразить свой гардероб. Следующий определенный мастхэв для этой осени, супертрендовый вариант, который носибельный на 100%, это короткий жакет. Если говорить про короткие жакеты, это действительно может стать интересной деталью вашему образу, потому что короткий жакет, это нетипичная модель. Ее можно брать в базовых цветах, и она уже будет выглядеть ярко, интересно, и добавлять будет изюм в ваш образ. Здесь, например, есть вот такие вот варианты в клетку. Очень классно смотрится, я бы не сказала, что этот жакет идет не в базовом оттенке, потому что, в принципе, такой принт никогда не выходит из мод, но у этого жакета, присмотритесь, есть интересная деталь в виде рукавов буфов. Они слегка такие, как фонарики, и это еще сильнее делает этот жакет более трендовым, то есть этот жакет, ну, прям, ну, ультрамодный. Дальше есть вот такие вот варианты, это тоже, я бы сказала, расцветка нетипичная. Это, видите, здесь юбочный костюм, но можно, в принципе, носить это все по отдельности. Соответственно, такой жакет вы можете добавить к джинсам, и это сразу же сделает ваш образ на порядок более стильным, более интересным. Также у нас есть вот такой вот вариант в зеленую клетку, тоже для тех, кто любит цвет, для тех, кто не боится цвета. Холодные периоды, потому что я знаю, что многие люди осенью-зимой боятся носить яркие вещи, что абсолютно, ну, как бы, неправильно. Мы носим яркие вещи в любое время года. Ну, и, конечно же, самые базовые варианты, например, вот в черном цвете есть. Очень красивый, такой, знаете, супер базовый в сером оттенке есть. В сером оттенке вообще шикарно смотрится, особенно в сочетании вот с этими брюками, как костюм, просто великолепно. И есть вот такой вот бежевый, молочный, я бы сказала, кремовый, такой крем-брюле вариант. Тоже подойдет для тех, кто осенью не боится, например, светлых оттенков. Ну, еще я вам хотела показать вот такую розовую модель в розовом цвете. Видите, как классно смотрится в сочетании с черным. То есть вы можете миксовать эти вещи яркие абсолютно с базовыми другими вещами и добавлять их как акцент. И еще есть вот такой вот трендовый вариант тоже укороченного жакета. Супер трендовый, потому что посмотрите, какой необычный крой. Здесь слегка укороченный рукав, рукава буфы и вот эти вот пуговки на талии, они, конечно же, ну, добавляют оригинальности. И выглядит он совершенно нетипично. Поэтому, если у вас уже есть, в принципе, все базовые модели жакетов, то подобную тренду вы можете себе взять. И это будет определенный масхед для вашего гардероба, если вы, ну, вот уже не знаете, как разнообразить ваши осенние образы. И да, если вы что-то будете заказывать на ASOS, не забывайте пользоваться такой полезной штукой, как кэшбэк-сервис Letyshops. Всегда используйте, чтобы возвращать себе какой-то процент денег с ваших заказов. Мне нравится Letyshops, особенно тем, что они постоянно запускают какие-то новые штуки для пользователей. Сейчас они, например, запустили кэшбэк по чеку. Вы можете сканировать чек, либо вводить данные в приложение Letyshops вручную и, соответственно, возвращать кэшбэк с офлайн-покупок. Например, вы можете вернуть кэшбэк со всех товаров, которые вы закажете на Азоне. Также вы можете даже в общепите возвращать кэшбэк, например, в KFC. Из различных товаров Procter & Gable вы знаете, что у них огромное количество брендов, 100% что-то из этого вы покупаете. Как минимум, вот это все их бренды. И не звайте, что сейчас Letyshops активно раздает горячий кэшбэк. Например, сейчас в Золотом Яблоке кэшбэк увеличен в 6 раз до 15%. Я считаю, что это супер выгодно, учитывая еще различные скидки, которые вы можете найти в самом магазине. Но и так как Letyshops работают с огромным количеством магазинов, вы 100% найдете там тот, который захотите. Это и AliExpress, и iHerb, и Asos, о котором мы с вами сегодня говорим. Ну и, конечно же, кэшбэк это не просто какие-то бонусы, это реальные деньги, которые вы можете вернуть со своих покупок. Поэтому, когда вы покупаете без кэшбэка, вы теряете вот тот маленький процент денег, который вы можете вернуть себе назад. Поэтому обязательно переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь, если что-то будете заказывать, где бы то ни было, обязательно пользуйтесь. Это очень и очень полезно. Далее, еще один must-have осени, на мой взгляд, это свитер в полоску. Сегодня я символично сижу в свитере в полоску. Почему именно свитер в полоску? Потому что свитер в полоску способен одним своим присутствием сделать ваш образ более стильным, более интересным. И я на Asos тоже нашла, точнее, сделала целую подборку таких свитеров. Причем хочу сказать, что свитер в полоску не обязательно должен быть вот таким вот базовым, как у меня. Он может быть в цветную полоску. И свитеры в цветную полоску – это один из самых больших трендов в последнем времени, но этого сезона 100%. Поэтому, если хотите что-то оригинальное, что-то интересное, присмотритесь вот к подобным вариантам, просто джемпером в полоску. Они также могут быть совершенно разные. Если говорить про свитеры, то я нашла вот такие варианты, довольно неплохие, вполне по силуэту современные, актуальные. Поэтому здесь вообще в целом сложно прогадать. Главное, чтобы ваш свитер был актуальным по силуэту, чтобы он был объемным. Если это джемпер, то чтобы он был не супер в облипку, а чтобы какой-то воздух между вещью и вами был. Также можно присмотреться вот к таким вот цветным, абсолютно классным вариантам. Они освежают образ, вот прям делают его свежим. Также вы можете присмотреться вот к таким свитерам. Вроде бы классическая обычная полоска, вроде бы обычный стандартный силуэт самого свитера. Но за счет того, что это не черная, не синяя полоска, а красная, это уже совершенно другой вид вашего образа. Ну и быстро пройдемся еще по другим вариантам, которые я здесь приготовила. Я вам все ссылки оставлю обязательно в описании, вы сможете посмотреть. Еще вот такой потрясающий джемпер, просто безумно красивый. Посмотрите, как классно сочетаются цвета между собой. Синяя полоска здесь и зеленая, они прям как акцент в этом свитере, хотя он сам по себе разноцветный. И вот если вы берете вот такой яркий свитер в полоску и добавляете вот, посмотрите, к абсолютно базовому образу, ну просто максимально базовому, то сразу же ваш образ выглядит уникально. Ну и, конечно же, можно еще делать многослойность, миксовать это как-то, чтобы это выглядело более интересно. Но в целом, я думаю, что вы понимаете принцип ярких свитеров. Это одна вещь, с помощью которой вы можете сделать весь ваш образ более ярким и более интересным, абсолютно не задумываясь над каждой деталью в самом образе. Следующий must-have, на мой взгляд, который, ну, 100% вам нужен, если вы хотите, опять же, добавить чего-то трендового и оригинального в ваш образ, это, конечно же, жилеты от костюма тройки. Вы, в принципе, можете носить костюм тройку в этом сезоне, потому что это тренд. Но если для вас это слишком, и вы, например, не очень любите настолько официальный стиль, вам некуда, в принципе, так ходить, то можете использовать жилет от костюма тройка. Это будет нетипичный вариант жилета, это не, знаете, не трикотажный жилет, о котором мы с вами говорили, что супер базовой вещью является. Вот жилет от костюма тройка – это оригинальная вещь, и мало кто на самом деле носит подобные вещи, поэтому вы 100% будете в тренде, будете отличаться. На ASOS огромное количество вариантов, они все примерно одинаковые, есть на различные размеры, есть как plus size, так и для высоких девушек, и для низких. То есть здесь очень легко именно подобрать размер. Чем еще мне нравится ASOS? Тем, что там есть различные линейки для маленьких, для высоких, для полных девушек и так далее. То есть очень удобно для всех. Посмотрите еще, какой классный костюм именно вот с тем жилетом. Это костюм тройка, но в таком, знаете, современном исполнении, в современной интерпретации. Можете попробовать вот что-то подобное. Если нет, то, пожалуйста, огромное количество базовых жилетов, которые вы можете сочетать с блузками, вы можете сочетать с рубашкой, вы можете их сочетать с водолазками, с бадлонами, с чем угодно. Носить их под жакет на голое тело, либо вы можете делать с ними многослойность. И такой жилет обязательно должен быть базовым. В базовом оттенке серым, бежевым, черным, но без принтов. Лучше, потому что как только вы добавляете принт к такому жилету, это может смотреться немножко комично. Следующая яркая деталь, которая поможет разнообразить ваши образы, я считаю, что это 100% мастхэв для этой осени, это кожаные шорты. Все, что от них нужно, это чтобы они были актуального кроя, чтобы они не были облегающими. И, конечно же, желательно, чтобы они, опять же, были черными, либо темно-синими, коричневыми, то есть темными. Я все-таки склоняюсь к черным вариантам. Посмотрите, вот я вам покажу вот этот, на нем более подробно остановимся. Это что-то вроде бермудов, но они идут по длине не такие удлиненные, то есть они слегка укороченные, что, в принципе, позволяет вам не беспокоиться о том, что вы нарушите пропорции фигуры, если наденете такие шорты. Очень красиво подойдет ко всему, будет сочетаться со всем, и издалека будет даже слегка походить на юбку. Но за счет вот этих вот, видите, здесь есть такие защипы, это будет корректировать фигуру правильно. Ну и, конечно же, вот такие самые простые варианты. Видите, эти шорты не супер облегающие. Здесь есть воздух, то есть это не прям шорты в облипку, они не обтягивают, и это самое важное. Здесь еще есть, кстати, актуальный ремень. Вот такой тоже вариант, тоже не облегает, не обтягивает. Вместо вот этого пояса я бы взяла ремень, то есть убрать вот этот пояс кожаный и добавить сюда ремень, смотрелось бы намного лучше. Не добавляйте такие поясы, которые как бы идут из ткани самой вещи, это портит, короче, саму вещь и ваш образ. Следующее это яркие ветровки. И это не супер такой растиражированный тренд, который вы можете увидеть в инстаграме, но я начинаю замечать уже в масс-маркете вещи подобной тематики, подобного направления. Мне очень нравится вот этот вариант, потому что он, в принципе, подойдет даже тем, кто, ну, не особенно часто носит спортивный стиль. Это, в принципе, вот такую джинсовку, джинсовку-ветровку можно надеть и с каблуком, и с сапогами, потому что здесь очень классно сочетаются между собой цвета, и фасон самой этой ветровки достаточно базовый. Также здесь есть, конечно, более яркие варианты, например, вот такой вариант, например, еще есть вот такой розовый, в сочетании с черным тоже достаточно неплохо выглядит, очень ярко и запоминающийся, с джинсами, с кроссовками будет смотреться суперкруто. Есть вот такой тоже розовый вариант. И эти ветровки, они могут быть совершенно разные. Они могут быть на молнии, либо они могут надеваться, знаете, через верх, как худи, как толстовки. То есть у них может быть крой худи, либо толстовки. Здесь неважно, как вам удобнее, но мне, конечно, больше нравятся именно вот такие вот варианты, когда ветровка идет как худи, либо толстовка. На мой взгляд, это выглядит намного лучше, намного интереснее. А здесь, кстати, посмотрите, как классно сочетается именно ткань ветровки самой. И вот этот вот флис, ну такая вот плюшевая ткань вместе смотрится очень круто. И это, в принципе, уже даже не ветровка, а такая супероригинальная худи. Следующий мастхэв, это, конечно же, кожаный тренч. Мы о нем с вами говорили в базовом гардеробе, но если говорить о мастхэвах определенных, которые помогут сделать ваш образ более интересным, это, конечно же, кожаный тренч нетипичного оттенка. Нетипичного оттенка, это значит не черный, потому что обычно мы берем тренчи кожаные черного цвета, но если только мы, например, взглянем на подобные варианты, посмотрите, здесь есть потрясающий тренч такого, знаете, кирпичного оттенка. Это супер, как разнообразит ваш образ, потому что это, ну, нетипичный абсолютно цвет для тренча. Если вы хотите не черный тренч, потому что это суперскучно, это уже заезженная тема, но хотите чего-то оригинального, но не суперяркого, то присмотритесь к тренчам в цвете хаки, например. вроде бы темный оттенок вроде бы базовым то же время это не черный это не какой-то темно-синий приближенный к черному это что-то совершенно другое ну и конечно же все это можно разнообразить еще интересным кроме посмотрите здесь какое количество карманов количество деталей конечно же можно попробовать винил причем винил в опять же не типичным черном оттенке например в красном в красном казани смотрится очень классно и я бы сказала менее вызывающий чем все остальные оттенки именно тренч в виниле варианты для самых смелых есть даже на эйсос вот такие это винил в клетку в розовом оттенке но это ну прям ну супер яркий вариант ярче мне кажется только неоновый тренч будет но это уже будет слишком также есть вот такой вариант виниловый тренч но в таком знаете это же не за какой-то бежево-зеленый оттенок такой ну интересный круто кстати смотрится в сочетании с синим осенний цвет этого года так что тоже не забывайте синий тренч если найдете тоже берите красиво будет выглядеть ну и белый кожаный тренч это для тех кто не боится не боится ходить в белом зимой зимой осенью потому что осенью грязь дождь это вариант конечно же более практичный чем например белое пальто либо просто белый тренч потому что здесь вы можете всю грязь убрать тряпочкой салфеточкой влажной в то время как с ткани вы это так не уберете придется давать ну в химчистку поэтому для тех кто хочет ходить в белом кожаные белые тренчи это просто спасение следующий мастхэв осенний я считаю это обувь и если у меня спросите вот назвать вам просто обувь которая на осень необходимо если вы хотите ультрамодный лук я скажу белые ботильоны когда вы надеваете белые ботильоны с чем угодно вы как будто вы становитесь сразу супер стильным человеком и на эйсис есть огромное количество вариантов белых ботильонов я даже не буду сейчас все вам показывать просто посмотрите потом по ссылкам в описании там огромное количество единственное что я вам хочу сказать я вам рекомендую брать ботильоны белые с облегающим ногу голенищем то есть чтобы они прям облегали ногу это будет самый практичный вариант потому что вы сможете носить эти ботильоны с любым низом поэтому выбираем ботильоны именно с облегающим голенищем причем это могут быть типичные такие ботильоны да но могут быть и казаки казаки тоже если берете укороченные то берите чтобы они облегали ногу иначе это просто испортит вашу фигуру мы с вами уже об этом говорили в каком-то из последних видео на моем канале Вот такие варианты казаков, очень классно облегающие ногу, будут смотреться красиво и с джинсами, и с брюками, да вообще с чем угодно Например, еще есть вот такие ботильоны на интересном таком фактурном каблуке, каблук под дерево в сочетании с коричневым, кстати, белый смотрится очень красиво, то есть я имею в виду с коричневой подошвой, ну и с черным, естественно Следующий определенный must-have для этой осени это галстук, галстук это аксессуар, деталь, которая способна привлечь внимание, которая способна правильно расставить акценты, тем более если этот галстук еще и яркий Я помню, что где-то на году в 2017 я носила галстук с рубашкой, ходила так в университет, думаю, боже, какая я модная, потом как-то галстуки все забыли, сейчас галстук это снова супер модный элемент в вашем образе Галстуки мы носим абсолютно совсем, с футболками, с рубашками, ну чаще, конечно, с рубашками, с жакетами, с жилетами И на ASOS есть, ну просто разные варианты галстуков, мы здесь с вами на них долго останавливаться не будем, но также галстуки вы здесь можете найти, причем в разных совершенно оттенках, даже разной длины Соответственно, неважно, будет это мужской галстук или там какой-то женский, берем просто мужской галстук и все Мы можем добавлять эти галстуки как акцент, к абсолютно базовому образу, белая рубашка, например, черные брюки и галстук и уже ваш образ становится оригинальным, а не просто белая рубашка и, например, черные брюки Тем более, если вы добавите на какой-нибудь вот такой яркий галстук или, например, это будет галстук какой-нибудь там в клетку, либо с цветочками, ну что-то подобное Это будет супер как круто выглядеть, поэтому тоже рекомендую Следующая, это, конечно же, сумка И если говорить про самые модные модели сумок, то я бы выделила одну, которая действительно сейчас смотрится оригинальнее всего, интереснее всего Это сумка багет на плечо Это сумка в стиле 90-х И если мы сейчас с вами будем смотреть, вы сразу поймете, что это за сумки, здесь их огромное количество Это сумка, немножко такой, может быть, полумесяцем таким, да, с короткой ручкой, которую мы надеваем просто на плечо Она может быть абсолютно разная по фактуре, может быть, дутая, стеганая, может быть, просто гладкая Самое основное, это вот этот вот фасон, это модель сумки, которая выглядит как багет и на короткой ручке надевается на плечо Все эти сумки, они идут достаточно миниатюрные, маленькие, то есть много вы в них не сложите, но они могут быть разных оттенков Например, вот подобная модель выглядит просто, ну, нереально Я помню, у меня, наверное, когда, я не знаю, когда мне было лет 7 или 8, у меня была подобная сумка Тогда это было супермодно, потом эти сумки перестали быть модными Сейчас они снова вернулись в тренды Я, кстати, думаю, что они надолго с нами задержатся, поэтому, в принципе, вы можете купить себе что-то подобное И проходить с этим еще, ну, точно не один сезон В следующих сезонах это все еще будет актуально Есть такие вот интересные модели, например, знаете, такие под Bottega Veneta, но только в такой интерпретации сумки на плечо То есть это сумка пельмешек, но, как видите, его можно носить теперь и на плече Это тоже, если вы хотите чего-то оригинального, например, в базовом оттенке Также есть вот такие лаковые варианты, тоже в виде пельмешка, но на плечо выглядит супер как круто Я считаю, для каких-то суперпоседневных образов это отличный аксуар для того, чтобы его разбавить Ну и, конечно же, можно брать совершенно разные оттенки В общем, да, на этом все Надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным Надеюсь, что я не зря просматривала ASOS несколько часов, чтобы подобрать для вас какие-то мастхевы на эту осень Интересные яркие изюминки для ваших луков Если так, то обязательно ставьте пальчик вверх Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны Увидимся очень скоро Всем пока-пока